Это тот случай, когда вы решили сделать сами в гараже, а вышло вот так. Всем добрый день. Очередное видео от компании ОМЗАП. У нас в гостях Соренто БЛ, 2008 год. Жалобы. Здесь есть такой интересный факт. Написано, причина обращения о металлический шум со стороны водителя при движении и потере мощности на сухую. Мы так сделали предварительную диагностику и предположили, что мощность теряется в сухую погоду из-за того, что клинит под шейблит ступица. Видимо, во влажную он как-то смазывается, потому что других причин мы не нашли. По двигателю все в идеале, все прекрасно работает. Сейчас на эти Соренто карданные валы стоят очень-очень дорого. Если еще разбило крестовину, то можно починить, но если разбивает шлицевую, то это все. Это потеря вашего карданного вала. Дело в том, что мы его сняли, потому что искали, почему она не едет. Она с трудом прям заехала в цех, то есть прям реально не было у машины мощности. Вот. С трудом ее поставили сюда. Она не катилась. Сняли кардан, чтобы проверить редуктора все. Смотрите, у нас крестовинки все прекрасно работают. Мы их помажем. И надо обращать внимание всегда на шлицевую. Вот здесь шлицевая не двигается, то есть не ходит. Мы эту шлицевую будем разбирать. Покажем, как это делается. На заднем карданном валу у нас всего одна точка для обслуживания. То есть это шлицевая. Здесь их вот три штуки. То есть шлицы и две крестовины. И вот самое главное, будем менять подшипник ступицы. Это частая проблема у данного автомобиля. Вот на самом деле какая проблема. Вот сейчас я буду пытаться со всех сил прокрутить его. То есть смотрите, вот он раз, чуть-чуть ходит. То есть оно не крутится. Заклинил подшипник ступицы. То есть по колодочкам, по суппорту все хорошо. То есть суппорт болтается. Будем разбирать, смотреть, что с подшипником. При этом у него нет люфтов, у подшипника абсолютно. То есть его прям зажало мертво. Вот сейчас разберем и узнаем, что там с ним. Шлицевую будем разбирать на две части. Если метку поставить каким-то маркером или чем-то царапнуть, есть риск, что пока вы будете сюда-сюда таскать, забудете. Поэтому лучше взять керно или зубильца. Раз. Раз. И два. Так, кожух сальника. Там такое символическое кольцо резиновое. Четыре усика здесь. Вот последнее. Не каждый кардан можно спасти заклинивший. То есть если шлицы стали ходить туда-сюда, то есть кардан пошел на излом, это все, на выброс. Это будет вибрация. Это не спасти его нам уже. А вот теперь его сейчас сбиваем. Иногда приходится греть газом, то есть приходится убирать вот это кольцо уплотнительное для того, чтобы оно не сгорело и греть газом. Он, в нашем случае, вот он, допустим, он пошел. Так, 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 так. То есть так мы его пробовали, он не шел, вот именно из-за кольца не двигался. Вот они метки. Сейчас все это помоем, почистим. Если он не выходит, то мы греем вот в этом месте, то есть с двух сторон горелкой. Греем, 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 греем. Самое главное, вот это вот, вот оно, резиновое кольцо, которое там вон стоит внутри. Его как можно дальше, то есть когда он у нас собранный, вот так. То есть мы сдвигаем подальше. Огонь не сжег, чтобы это колечко. Раздаточная коробка, редуктор между собой, то есть ходит. Вот. И вот этой частью, а, получается шлицевой к раздатке у нас. И он разбивает в раздаточной коробке вторичный вал. И вот чтобы не потек сальник, потому что сальник менять в раздаточной коробке вторичного вала очень проблематично. Для этого необходимо снять и разобрать полностью раздатку. Вот. Это опять же, то есть время и деньги. Вообще из рекомендаций у всех внедорожников, которые имеют крестовины для обслуживания, это каждое ТО. То есть там в 7 тысяч, в 9, в 10, неважно во сколько вы делаете, в 15 тысяч. То есть вот это все периодически нужно делать. Вы можете просто взять обычную щетку по металлу, и у вас уйдет гораздо больше времени, но вы все-таки почистите. Так, вот там большая огромная куча старой смазки, ее надо вытащить оттуда. Уникальная смазка. Лучшее. Право выбора смазочного материала за вами. То есть можете использовать самый дешевый, самый дорогой. Совмещаем меточки. Туда тоже немного сейчас я набил, но основное будем делать через товотницу. Село. Да, все. Теперь нам обратно нужно все это закернить. Сильно не бейте, здесь нагрузки никакой нету. Просто потом в следующий раз будет сложно вытаскивать, либо он вообще отломится. Кардан ходит, двигаетесь свободно. Теперь здесь мы уже эту промажем товотницу по месту. Для того, чтобы прошприцевать кардан, насадка не заходит, и приходится открутить одну из сторон, чтобы вывернуть. То есть угол сделать побольше вот так под товотницу. Товотница не идет. Сейчас попробуем толкнуть шарик. То есть шарик мог заклинить. Если шарик не пойдет, значит товотницу будем менять. Надавливаем вот на этот шарик. Смотрим. Вот. Все отлично, прекрасно работает. Вот шарик качнули, и все пошло. Один вот этот пошел очень плохо. Возможно, там забит канал. То есть она прекрасно работает, но возможно, когда-нибудь придет момент, и она развалится. Вот здесь из всех четырех подшипников отлично пошло. метки между, допустим, редуктором фланцем или валом на раздатке и карданом не нужно ставить. Это не BMW, не Audi. То есть кардан сбалансирован, и уже бить ничего не будет. Вот раздатка. И вот здесь, когда разбивает, вот так ходит, то есть вот так прям разбивает вал в корпусе внутри, начинает течь сальник. Пытаемся открутить шрус, потому что гайка, если не пойдет, то придется применить вороточек, а блокировать мы будем с помощью тут какого-нибудь через диск, через кабу. То есть сперва отворачиваем шрус, потом смотрим, идет он вообще или нет. Тут открутилась гаечка. Дальше теперь смотрим, шрус идет или нет. Не идет. Теперь еще есть способ, сейчас разбираем. Надо доснять скобу, суппорт, диск, датчика БС, и будем тащить съемником, пробовать. Так, можно ударить молотком и сбить, можно снять специальным съемником, смотрите сами. Просто если промажете мимо, то разобьете пыльник. Если, допустим, не уверены в том, что можете попасть, не бейте. Вот тандатчик БС у нас. У нас, у нас, у нас. Сейчас нужно с той стороны откручиваем, здесь оставляем, потому что будем рвать съемником. Вот здесь на 6 у нас. Вот сюда его засовываем. Так, и аккуратно давим. Потом подкручиваем. Нам необходимо подкрутить сейчас вот под шпильку. Оп, и датчик выходит. Потому что если ковырять его оттуда, то, скорее всего, вы его сломаете. То есть датчик зачищаем здесь, смазываем, и потом, когда ступится с ним, насквозь тоже чистим. По суппорту всегда, когда бы что-то не было, пытайтесь то есть суппорт всегда зацепить. Чтобы он не оторвал шланг. Конечно, случаев таких особо немного, когда обрывало. Датчик БС тоже, когда такие действия происходят, прячем подальше. Так, вот он у нас, не пошел. Смазывать его, брызгать, это все бесполезно. Вот. Вот так чисто символически побрызгаем. Тут смысл, то есть какой. Так просто крутить он не пойдет. То есть нам нужна натяжка, удар, натяжка, удар. То есть сейчас будем производить удар, и будем смотреть, пойдет или нет. Добро возьмем маленький молоточек. Такой. Если не пойдет, возьмем Машку. Что, сака? Нет. Так, теперь... Теперь делаем следующее. Следующее. Раз он не идет, нам надо дать побольше натяжку. О, Машка уже пришла. Все сейчас нормально будет, если Машка пришла. А головка стоит? Головка. Или уже расплющилась? Чуть-чуть пистолетом подтянем. Есть. Машка-то может улететь и разломить тут что-нибудь. Так. Ударчик будет. Мне нужно ударчик, тут места нету, да. Так. Не опустить или не поднять? Да не опустить или не поднять. Тут не в этом-то дело. Тут надо его сюда вот толкать. Вадик, тебе что-то ноги где-нибудь отбило. Не пошел? Так. Не пошел. И зачем мне это в субботу? Что-то пошло. Так, ну что? На восьмом ударе кувалдой пошел привод. Повезло. Это один из тех случаев, когда вам звонят в техцентр и говорят. Уважаемый наш хозяин, вот было пять тысяч, а теперь надо десять. Бывают такие случаи, когда он не выходит, мы его греем. Сгорает шуруп внутренний. Или когда в прессе толкаем горячий, ломается кулак поворотный. То есть, ну вот в этот раз нам подфартило. Сейчас все будем продолжать, остатки. Самый главный момент не переборщить. У привода есть ход, там полтора-два сантиметра. Это упор от поворотного кулака до редуктора. Сейчас вот мы привод прям палку качаем. У нас маленький свободный ход еще есть. Просто когда он закончится, удар по кувалде будет удар в редуктор. Поэтому сейчас еще чуть-чуть мы его сможем прогнать, а все остальное надо будет уже работать руками. Готово. Вот этот цвет, это следствие перегрева подшипника. То есть, так затруднительно он снимался из-за того, что перегрелся. Оп. Будем выпрессовывать сейчас. Что-то упало. На, кусок подшипника. Вот он, подшипник сейчас. Не крутится. Сейчас будем его засовывать и выпрессовывать. А, тут все нормалек у нас, поэтому не переживай. Так, 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 так. Ну, сейчас соберем вот такую штуку. И начнем толкать. Стоп, отсюда. Прямо удачно вылезло. Не осталась здесь эта часть. Ну, тоже такая синенькая, конечно, чуть-чуть. Вот. Нам надо еще будет почистить шлицы там внутри. Там тоже была смазка, видимо, она сгорела. Так. Достаем эту. Нехорошая вещь. Прочипники находятся здесь. Нам необходимо вытащить стопор. Оттуда. Смотрите, вот он момент. Сразу чистим. Отверстие под датчик АБС. Ничего не забываем. Если вы все будете помнить каждый шаг, то у вас получится быстро. Смотрите, отверточкой не получится поковырять. То есть, если у вас есть круглый напильник крупный, то это прям 2 секунды, и все готово. Поддевая его можно вытащить. Стопора иногда бывают полукруглые. Одна плоская сторона, а вторая полукругом. То есть, иногда у стопоров на подшипниках бывает наружная и внутренняя сторона. Обращайте внимание на это. Так, это поворотный кулак. Все у нас готов. Сейчас мы его... Вот он наш подшипник, который заклинил. А, ну тут он еще даже что-то... Вот получается, вот та сторона роликов, она должна была, по идее, расколоться. Вот там видно, что... А, сепаратор развалился от перегрева. И шарики скатились в кучу. И зажали. Смотрим. Да, от перегрева... Перегрева расплавился, расплавился он. Этот шарики скатываются в кучу и блокирует. То есть, мы его чуть-чуть качали, он ходил, а пытались, когда крутить, он зажимал. Так происходит, когда разваливается сепаратор. Лучшим, конечно, вариантом запрессовки подшипника является старая обойма старого подшипника. Она прям... Толкаем до упора. На 45 тоннах мы его остановили. Потому что до 50 только. Так, стопорочек. Стопорочек. Смотрим, чтобы канал был чистенький. В нашем случае все хорошо. Так его заводим туда, в одну сторону, а потом вот здесь стукаем. Берем ступицу. Здесь тоже есть маленький нюанс. Если вы видите, что слесаря делают не так, то, скорее всего, они испортят ваш подшипник. То есть мы прессуем подшипник в ступицу. Сюда, вовнутрь, нужно положить и давить именно во внутреннюю обойму. Если давить в наружную, то есть вот сюда просто, то он запрессуется, все встанет. Но подшипник долго не проснует. Если что-то идет не так, то он будет подкусывать. То есть в момент запрессовки мы будем его прокручивать, то есть вот свободнее. Готово. Готово. И диск не сойдется. Поэтому вам придется потом все сделать заново. Сейчас будем производить обратную сборку. Даже биф кувалдой, то есть мы ничего не испортили резьбу. Вот она. То есть от руки все крутится. Здесь шрус полностью шлицы все почистили. Единственное, что сейчас будем пользоваться, возьмем температурную смазочку, которой будем обрабатывать необходимые места. То есть это посадочные подколодки, тормозной диск на ступницу, потом между диском и колесным диском. Все это сделаем. Если хотите все-таки сэкономить, я же говорю, время и свои деньги, то есть и нервы, приезжайте, все починим. Даже вот при такой нештатной ситуации, вроде бы шло все хорошо, и нужно было там, допустим, затрат был там час времени, у нас ушло два, но все же нашли этот специнструмент, то есть есть съемник, есть кувалда, то есть ударили. Если где-то на даче в гараже у вас это произойдет, то все это выльется. Трата времени. Ну все, на этом мы заканчиваем. И всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok